Crysis Идти в голову и расстреливать всех, использовать эти возможности костюма То играть получается довольно сложно То есть, с одной стороны, подкопаться не к чему, все хорошо, все действительно очень хорошо Но ты начинаешь играть в Crysis, все хорошо, все продолжается, тут все взрывается, большие картинки И вот какие-то смутные сомнения закрадываются в голову Ты проходишь Crysis до конца и все равно достаешься каких-то смешанных чувств То есть все на 9 баллов, все сделано очень хорошо И график, и сюжет, и балансик, что-то вырезали, конечно, критиковать можно очень много Я думаю, мои коллеги сделают это лучше, чем я Но какие-то непонятки, как будто тебе что-то не додали, что-то в ней не то Это очень удивительный случай Это игра, в которой ты умом все про нее понимаешь Прорыв, наконец-то, то есть все, о чем лично я мечтал в шутерах Ну, как бы те эволюционные шаги, которые они должны были сделать, наконец-то сделаны Но удивительным образом себя прям заставляешь полюбить Прям объясняешь себе, посмотри, вот это очень круто Вот, внимание, круто Хм, действительно круто, да Это самая неоднозначная игра этого года Где-то она тебя удивляет, где-то восхищает А где-то хочется сказать, ну как так можно делать, особенно в наше-то время Как все думали, что вот сейчас случится сэндбокс, то есть вот эта вот песочница такая И будет счастье, то есть для всех То есть можно взять механику, можно взять, значит там, вбросить в уровень механику игрока, а и, ну какие-то там вот эти возможности, типа там автомобили, ну все что угодно, то есть какую-то механику И, типа, оно там само как-то будет играть и все, и быть счастливым всем Нифига получилось, то есть на самом деле нужна режиссура Нужно ставить игрока в интересные игровые ситуации Есть действительно вот наконец-то появилась свобода, появилась какая-то песочница, теперь надо научиться из этого делать игры, вот И Crysis это вот там первый шаг в этом смысле, то есть игра пока не очень там местами-то получается, если честно Она совершенно не сбалансирована по своей динамике, нет, это, конечно, очень здорово, когда вот динамичный какой-нибудь момент сменяется, спокойная сцена и наоборот В одну секунду игра действительно способна генерировать там тысячи там крутых моментов в секунду, а в следующую минуту она генерирует точно так же тысячу скучнейших И это просто от тебя зависит, ты там споткнулся куда-то, упал в кусты, в лужу там растянулся, и просто смотришь наверх, понимаешь, что, блин, туда карабкаться Сейчас тут слева проплывает какой-то катер, от которого отвертиться никак нельзя, убить его тоже нельзя Думаешь, ну что за уродская игра вообще, то есть Или этот вертолет отвратительный там, который летает все время дико раздражающе То есть, ну, так вот однозначен сказать, что Crysis вот вышел и все, ура, игра года 10 баллов, не получается На каких-то там, да, технологических достижениях и мощных шагах она умудряется быть устаревшей в каких-то белых деталях, которые на самом деле очень важны Например, анимация смерти врагов в Crysis и все осталось на уровне Far Cry Такие же топорные бронированные противники, в которых надо 200-200 пуль всаживать Прежде чем они умрут, при этом совершенно некрасиво И это в игре, в которой есть там полная разрушаемость и прекрасная анимация в роликах Сами противники достаточно умные и интересные, но при этом они начинают постоянно читерить Как только ты выключаешь Кмолк-молк, в этой игре тебя, лежачего в кустах, ночью противник будет затылком Если ты отключаешь стелс, это просто бредка Реально, смотришь на мини-карту, только Кмолк выключил и все-таки сразу стягиваться начинаешь Это бред Но еще я поймал себя на мысли, что в финальной части игры, в линейный скриптовый шутер, который похож на Battle of Life На Battle of Duty Вот эта часть, она намного лучше и интереснее, чем все это, что было в Open Love Нет, мне при этом понравилось сначала Но я там и скучал, я откровенно засыпал И вообще терем интерес к игре А на финал он дико бодрый Настоящий мультический, с настоящим русским размахом Еще меня удивило, как игра работает Изначально в ревизии не поддерживался слайд, при том, что этой игре он вообще необходим Ну зачем? Зачем делать сегодня игру, которая тормозит Которая на полных настройках идет на жалет, которого просто не существует Продакт вообще нет Кризис реально не пойдет, так как хочется ни у кого Так что забудьте о высоких настройках Включите Medium, если у вас компьютер за 5 тысяч баллов Все, увы Реально покупать компьютер за 4 тысячи долларов И это умудряется выдавать 25-28 фпс Которые любой нормальный игрок посчитает тормозами И самое главное Кризис в плане картинок никак эти умножения не отрабатывает Это бесспорно самая технологичная игра Но далеко не самая красивая Это не тот случай, который был с Far Crying Когда игра вышла и все разом сказали вау То есть все хорошо, но никакого вау эффекта нет И главное, что нет ничего на экране, чтобы оправдало такие тормоза До сих пор помню начало игры, где летит самолет Как с этими десантами Сам самолет достаточно маловатый В нем мало полигонов Но сама стена – адский тормолет Почему? Ну, потому что, скорее всего, в этот момент что-то загружается Там будет весь остров, который с ним под самолетом находится Это вот такой подсоркий классический Сначала мы сделаем надежок А потом подумаем, как его применить Сначала мы нарисуем гигантский остров Потом запустим один маленький самолетик И построим вокруг всего этого сцены И не пофиг, что почти вся она будет нагружать компьютер Но на самом деле никто не заметил Но из Кризиса очень много вещей просто вырезали Если вы посмотрите интервью наше за эти годы Там таких прикормок всего нам обещали Что просто играешь в финал и думаешь, где это? Например, вырезали оружие, которое Вмечаешь врагов Нажать одну кнопку – они все разумы умирают Вырезали также пушку валяя из пятого элемента Вмечаешь цель и все патроны летят в нее Все, что они сделали в плане, например, сюжета Каких-то состыковок и связок Вместе такое ощущение, что они доделали последние месяца два, наверное Потому что какая-то недоговоренность, недоделанность Ну и, конечно, клиффхенгер, когда все заканчивается Смотрите продолжение следующей серии Даже в Halo он был гораздо более гармоничный предел В Halo 2 к концу Здесь он смотрится вообще никак Просто абсолютно разочаровывающе Все это, конечно, вносит в голову какую-то смуту То есть я не знаю, что вам сказать Я, естественно, рекомендую Я не то, что рекомендую Я говорю, что в эту игру надо всем поиграть Абсолютно точно всем надо Если вообще любите шутеры Да и вообще просто у вас есть дома персональный компьютер Который бы хотя бы хоть чуть-чуть потянет эту игру В нее просто надо поиграть, чтобы видеть такой крайзис Это будет образец для очень многих на очень многие годы Поэтому это такой стол, скажем так, жанровый Который обязательно нужно посмотреть Но, с другой стороны, я не могу вам сказать Что вы от этой игры просто умыреваете Что там будет что-то такое, что вас убьет Это очень хорошо, но без души Крайзис я бы поставил 8,5 Ну, во-первых, из-за того, что это игра, у которой есть очень много возможностей Но при этом ты идешь все равно по какому-то одному пути Одному или нескольки Остальные пути намного сложнее А во-вторых, из-за того, что он очень требовательный к жилету Даже на самых мощных компьютерах играть на максимальных настройках не получается Крайзису 8 То есть, как бы шокирующе, наверное, это не звучало Вот за нереализованный потенциал, за высокие требования Вот не могу я больше 8 поставить Это очень хорошая игра, реально очень хорошая Но в ней многое не работает просто Не работает АИ как надо, не работает Песочница А вся вся эта восьмерка, она не за счет того, что там свобода И геймпной какой-то разнообразный Это как раз хромает там, не доделано явно А за то, что в конце это все превращается в очень хромированный такой бутбастер С очень густой атмосферой и лучшими взрывами Постановка отличная Ну и опять же, финал там ни о чем Так что только восьмерка Крайзис – игра тяжелой творческой судьбы Вот так вот, если вот сказать Это игра, которую заставляешь себя полюбить эту игру В общем, все целы просто, с большими усилиями Но пройдя его, как ни странно, я обнаружил все желания Попробовать еще в него поиграть Я не знаю, реализуется ли это желание, может быть, и на следующий месяц Может быть, через полгодика Может быть, через год, когда наконец-то железки уже новые появятся Я решу еще раз поиграть в Крайзис Но вообще по совокупности заслуг всех достижений И за персональную любовь к братьям Эрли 9 баллов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...